всем привет сейчас мы будем открывать телефон из китая это должен быть телефончик meizu m3s вот номер для продавца как телефон матрасики чувствую поехали открывать дошел недельки за 2 наверное может даже и меньше продавец очень быстро отправил буквально за сутки так матрас целый заклеим клеем матрасик телефон запаян просто полностью переходник переходник так вот такая коробочка что тут сзади имей телефона засниму тоже для продавца так коробочка запаяна полностью характеристики вот телефона на задней крышке поехали открывать поехали это ушло так что же там очень интересно пленка запасная пленочка телефон телефон смотрю сразу так по корпусу порядок порядок рядок вроде по корпусу порядок телефон довольно легкий очень удобной в руке не такой как redmi 3 намного удобнее скругленные углы камера больше с виду легче ну то есть он намного удобнее чем redmi 3 тут запуск пошел пока идет запуск смотрю в коробку здесь должен быть ключик и чехол вот такой очень красивый чехол очень красивый чехол так ключик чехол 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 и передняя пленка даже вот такая вот такая пленочка сразу с передней рамкой даже совсем необычная не такая как у всех это идет подарок это идет подарок на сейчас я ее открою так это пленка специально для поклейки очень красивая подходит в идеале это наверное в оригинале салфетка и также вот наклейка для пыли чехол очень красивый очень качественный оригинал вот мэйзу надпись мэйзу присутствует надпись мэйзу очень красивый чехол плотный силикон но мне очень нравится он вот такой чехол сейчас я его попробую одеть сразу же чтобы работал кнопки нажимается отлично кнопки нажимается отлично все классно разблокировался телефон смотрю что с ним внутри так на телефоне так название так информация дальше память доступно 9 гигабайт отлично 9 это очень хорошо но не слишком так далее кнопок назад здесь нет здесь как на самсунге только получается клавиша отпечатка пальца вот возвращает на главный экран возвращает так сейчас я поставлю русский язык сразу же и и будут далее проверять или все настройки камеры и так далее русский так отлично а телефоне память обновление системы чтобы вернуться назад просто нужно приложить палец на вот эту сенсорную кнопочку даже на нее не нажимая даже не нажимая на нее так вот телефоне общая информация так 71 процент батареи адрес так и так далее общая информация нет ну вот можно android здесь 5 и 1 вот android 5 и 1 но этим не менее телефон очень красиво смотрится он по корпусу немного похож на iphone 6 скругленные углы очень красиво так что еще отсюда посмотреть вай фай сейчас я попробую настроить включить найду свою сеть найду свою сеть найду свою сеть и подключусь сейчас я подключу сеть и все вы таки так сеть подключается подключено отлично возвращаюсь назад сейчас пробую запустить браузер где здесь браузер 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 не пишу инструменты калькулятор браузера я не вижу камеру проверю камера должна фотографировать также как и на redmi 3 или на redmi 3s то есть камера должна быть вообще в идеале должно быть все отлично с камерой видео на ней даже лучше чем на redmi 3 или на redmi 3s видео снимает лучше но во всем остальном ну на немного уступает этот телефон да еще тут и пленка сзади поэтому я с нужным качеством не могу сфотографировать так что еще можно посмотреть поиск это прогноз погоды приложение приложение вот она хочет установить словарь и так далее разные программы будильник полина каринда и почта галерея персонализация так ну допустим галерея как ну вот так это с учетом того что сверху наклеена матовая пленка а сзади наклеена пленка защитная вот здесь вот то есть чехольчиком она стоит то есть это с одной стороны плохо здоровье хорошо на телефон очень легкий очень тонкий не очень нравится в руках его удовольствие держат так разблокируем телефон разблокируют персонализации это все темы appstore установлен настройки инструменты так меню я не вижу у нее не вижу вот обновление проверю обновление сегодня на улице 11 октября но установлена актуальная версия здесь нет обновление принципе порядок сейчас я проверю звук звуки вибрация громкость рабочий один только динамик вот правый правый динамик только играет как всегда это соответствует бюджетом телефона я видел за 60 долларов телефоны такие же что с одним только динамиком но также и этот телефон стоит 110 долларов но тем не менее в нем тоже только один динамик это для производителя главный минус могли бы дополнить вторым динамиком и здесь так но в принципе так в остальном еще раз могу включить камеру посмотреть как работает вспышка фото со вспышкой я считаю хорошего качества так ну вот такой телефон посмотрю на зарядочку такая зарядка сколько ампер часов насколько ампер зарядка на полтора ампера всего лишь всего лишь полтора ампера но для этого телефона этого вполне достаточно также кабель здесь комплектация очень хорошая принципе и телефон с виду хороший но тем не менее как я уже говорил по всем параметрам ну не по всем но по многим параметрам он уступает redmi 3 redmi 3s спасибо за внимание до новых встреч до новых встреч